Ты вчера была в суде, ты об этом рассказывала вечером в эфире, мне хотелось бы еще об этом поговорить. Здесь сложно говорить о тебе впечатления, но... Нет, почему? Они у меня есть. Я просто пытаюсь подобрать правильное слово, не знаю, насколько слово «впечатление» здесь уместно, пусть будет слово «впечатление». Какие у тебя впечатления от этого процесса и от этого человека? Сразу скажу, что они не могут быть полными, потому что, чтобы понять что-то о человеке, надо, наверное, все-таки увидеть его лицо. Оно было, естественно, закрыто маской. И то, что какие-то журналисты говорили, что когда ему выкрикивали вопросы, ты помнишь, был там такой эпизод, когда все ждали судью, ему вдруг стали кричать с первых рядов, задавать ему вопросы, зачем вы это сделали, вы осознаете, что вы сделали, а вы, кстати, употребляли наркотические вещества. И он никак не реагировал. И вот кто-то из журналистов сказал, что он якобы улыбался под маской. Мне так не показалось. Мне показалось, что он был абсолютно спокойным, уравновешенным. Он вел себя крайне вежливо. Он на все вопросы судьи отвечал очень четко, по делу. На вопросах журналистов, насколько я понимаю, он не реагировал. Ну, что, кстати, тоже говорит о его довольно взвешенном состоянии, потому что вопросы были очень эмоциональные. И вот этот человек, который вошел в суд и сидел в этом так называемом аквариуме, ничего общего для меня не имел с чем человеком, которого мы видели, напомни мне, это, по-моему, видео-мэш. Ну, это было видео, которое попало в местный телеграм-канал, и сначала, где он находится в отделе полиции, кричит. Да, где он кричал, где он называл себя богом, да, где он ругается матом. А здесь мне показалось, что он нормальный. И вообще, я тебе скажу, это, конечно, для Казани, и я общалась с людьми на похоронах, я общалась с людьми у школы, общалась с людьми в соседних дворах, я общалась с людьми в продуктовом магазине, который находится на этой улице. И это большая дискуссия, потому что многие обсуждают, был ли он вменяемым или нет. Потому что мы понимаем, что это разные сроки, да. Ну, это просто либо терма, либо не терма. Абсолютно. Либо его отправят на принудительное лечение, либо там он получит пожизненное, которое ему грозит. И даже вот бывшая учительница, с которой я вчера пообщалась на похоронах у учительницы английского языка Игнатьевой, она еще раз подтвердила, что он был абсолютно нормальным мальчиком, он хорошо учился, ну, там, удовлетворительно, скажем. У него не было никаких конфликтов с учениками, у него не было конфликтов вот с той самой классной руководительницей, на которую думали, что он изначально шел нападать с оружием. Я не знаю. Я думаю, что это какой-то частный случай, и нельзя на самом деле винить систему в том, что с ним случилось. В плане тоже были разговоры, что вот, может быть, его заставляли учиться, а может быть, на него давили учителя. Я думаю, что нет. Я думаю, что это просто случай. Вот, я не знаю, почему он взорвался. Наверное, нам предстоит это выяснить после того, как будет закончена эта психиатрическая экспертиза. Но еще раз резюмирую, я повторю, что он мне показался очень даже меняемым. Скажи, какие у тебя... Ты провела там два дня, ты общалась, как ты... Мы это видели частично в эфире, частично, насколько я понимаю, мы это увидим завтра в программе Михаила Фишмана и так далее в твоем репортаже. И сейчас ты сказала о том, что ты общалась с огромным количеством людей там. Какие неотвеченные вопросы есть у людей? Ну, наверное, главный вопрос, зачем? Зачем он это сделал? Почему? Это вопрос, который мы сейчас с тобой обсуждали. Да, люди не понимают, зачем. Ну, то есть, наверное, сейчас еще... Ну, вчера тем более, да, всего там прошли сутки с трагедией, двое суток сейчас. Люди в шоке, особенно... Тем более, я же говорю, я даже нигде не была в Казани, я не выехала вообще никуда за пределы этого одного района. И вот в этом районе все разговоры только о том, что произошло. Я стояла, покупала воду в магазине «Магнит», и вся очередь с продавцом обсуждала то, что произошло. Понимаешь, то есть вот я иду по улице, говорит женщина по телефону, она тоже обсуждает там, что вот, какую ему избрали меру пресечения, и как он себя вел на судебном процессе. То есть вот этот вот район Казани, я могу сказать точно, это у них просто нет других тем для разговора. Что неудивительно. Что ж, спасибо. Марфа Смирнова, моя коллега, журналист телеканала «Дождь», которая выработала последние дни в Казани, завтра вечером в программе «И так далее» с Михаилом Фишманом. Смотрите большой репортаж Марфы оттуда из Казани, а мы идем дальше.